Добрый день! Вашему вниманию предоставляется обзорная лекция по дисциплине маркетинг на тему социальные основы маркетинга, маркетинговая среда и маркетинговые исследования старшего преподавателя кафедры учета и управления Назаровой Ольги Ивановны. Начнем с того, что же такое маркетинг, что такое маркетинг в современном мире, в современных рыночных условиях. Маркетинг это вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей людей посредством обмена. Что из себя представляет термин маркетинг? В переводе маркетинг означает маркет или рынок. Окончание инг, которое добавляется к слову маркетинг, характеризует его как деятельность на рынке. Маркетинг появился в начале двадцатого века в США и появился как ответ на большую концентрацию и специализацию производства, вследствие чего ужесточение конкурентной борьбы. Так же, как и другие научные дисциплины, маркетинг связан с такими науками, как основа экономической теории, макро-микроэкономика, экономика предприятия, менеджмент, корпоративный менеджмент, логистика, психология и многими другими предметами. У маркетологов существуют лозунги, которыми они определяют сущность маркетинга. Вот один из знаменитых лозунгов маркетологов. Выяви потребности и удовлетвори их. Как у всех научных дисциплин, у маркетинга, естественно, есть свои принципы и функции. Их значительное количество, поэтому основные из них заключаются в том, основной принцип. Потребитель — это король, которому обязательно нужно удовлетворение его потребностей. Для этого существуют функции маркетинга. Это выявить потребности, это спланировать прогноз, сбыт продукции и продвижение продукта на рынке. Основу данной дисциплины или основы маркетинга составляют социальные основы маркетинга. Это нужда, потребность, запрос, товар, обмен, сделка и рынок. И сейчас мы с вами остановимся на этих понятиях. Итак, что такое нужда? Это самая низшая основа или начало-начал маркетинга. Нужда — это нехватка чего-либо, которое ощущает человек. Многие авторы учебников дают такую классификацию нужды. Нужда может быть физиологическая. Это то, что мы испытываем нужду в еде, в сне, отдыхе, теплее и так далее. Нужда социальная и нужда личная. То есть это образование и самовыражение. После нужды каждый человек имеет свои потребности. Что же такое потребность? Потребность — это тоже нужда, но которая приняла специфическую форму в зависимости от личности индивида. Когда у потребителя уже сформировалась потребность, то, естественно, эта потребность характеризуется определенными характеристиками, определенными свойствами. Какими же? Это безопасность, это эстетичность, надежность, экологичность и ряд других характеристик, которые каждый потребитель присуждает тому или иному товару или услуге. После потребности социальной основой маркетинга является запрос. Что же такое запрос? Запрос — это потребность, которая подкреплена покупательской способностью. После того, как у покупателя имеются финансовые средства на приобретение товара и услугу, естественно, следующая основа маркетинга является товар. Товар — это все то, что может удовлетворить нужду и предлагается рынку для привлечения внимания, для приобретения, использования или потребления. Если товар вас полностью удовлетворил, то, следовательно, вы приобрели нужный вам товар и ваша потребность удовлетворена. Процесс купли-продажи характеризуются такими двумя основами, как обмен и сделка. Обмен — это акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-либо взамен. И, следовательно, сделка — это коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами. Ну и определение, которое маркетологи дают рынку именно в маркетинге, и оно отличается от того определения, которое дается в экономической теории, например, в экономике предприятия. В такой дисциплине маркетинг рынок — это совокупность существующих и потенциальных покупателей товара. Основным в маркетинге в самом начале его изучения является такое понятие, как маркетинговый комплекс. Что же такое маркетинговый комплекс? Маркетинговый комплекс — это совокупность поддающихся контролю маркетинговых инструментов, которые используются для того, чтобы вызвать ответную реакцию целевого рынка. Что же может вызвать ответную реакцию целевого рынка, и из чего состоит маркетинговый комплекс? Первое — это, конечно, продукт или товар. Второе — это каждый товар должен обладать ценой, поэтому цена — следующий элемент. Методы распространения и методы стимулирования. И все эти, весь этот перечисленный мной комплекс маркетинга и составляет 4П, то есть модель 4П, в которую входит товар, еще раз, цена, место распространения и место стимулирования. В зависимости от складывающейся ситуации на рынке, в зависимости от соотношения спроса и предложения на товары или услуги, руководители предприятия берут на свое вооружение в стратегии развития фирмы пять концепций, которые являются основами основ при решении каких-либо управленческих решений или насущных проблем. Какие же это концепции? Первая и самая основная концепция — это концепция совершенствования производства. Если она называется так, то, следовательно, совершенствуется сам процесс производства. Ну, на первой концепции мы с вами разберем, какая же должна существовать ситуация на рынке, чтобы фирма взяла на вооружение именно эту концепцию — концепцию совершенствования производства. Во-первых, товар либо осуществляет нехватку на рынке, либо товар не покупается на рынке, следовательно, отсюда необходимо совершенствовать само производство для того, чтобы товара было на рынке много и товар был соответственный по цене, чтобы все покупатели могли без проблем его приобретать. Вторая концепция — концепция совершенствования товара. Ответ в самом названии, то есть совершенствование товара происходит. Концепция интенсификации коммерческих усилий — это третья концепция, и заключается она в том, что ни один товар сам себя не продает. Обязательно нужны какие-то коммерческие усилия для того, чтобы этот товар прорекламировать, для того, чтобы его простимулировать, и только тогда большинство из нас, из покупателей, узнает об этом товаре и его приобретает. Концепция маркетинга и концепция социально-этичного маркетинга, сущность его заключается в том, что потребители приобретали товары, которые безопасны для его употребления, для использования как отдельного клиента или покупателя, так и всех живущих на этой планете. Следующим этапом в развитии дисциплины маркетинг является определение такого свойства, как маркетинговая среда. Что такое маркетинговая среда? Все фирмы, все предприятия, акционерные общества и так далее работают в определенной маркетинговой среде. Это совокупность субъектов и факторов, которые действуют за пределами фирмы и внутри нее, и оказывают определенное воздействие на те факторы, которые находятся за пределами фирмы. Макросреда состоит из микросреды и макросреды. Что представляет собой микросреда? Что это такое? Микросреда это те силы, которые называются силы прямого воздействия, которые имеют непосредственное отношение к самой фирме и воздействуют на нее напрямую. Что же может помешать нашей фирме процветать на рынке? Это конкуренты, это покупатели, это поставщики, это посредники, это контактные аудитории. Это микросреда нашей фирмы, в которой она работает. Макросреда представлена силами более широкого плана, которые оказывают не прямое воздействие, а косвенное воздействие на работу фирмы. Поэтому эта макросреда представлена силами демографического, экономического, политического, культурного, технического характера. То есть и эти факторы влияют на деятельность нашей фирмы косвенном. Маркетинговая среда представлена теми факторами, которые не поддаются никакому контролю. Что же делать фирме, если она не может никоим образом повлиять ни на микросреду, ни на макросреду? Остается очень внимательно исследовать эту следу. Следовательно, следующее, на чем мы с вами остановимся, это маркетинговые исследования, которые фирма должна проводить регулярно, систематически. Она может проводить их сама эти маркетинговые исследования, может приглашать каких-то сторонние маркетинговые службы, специализированные маркетинговые службы и так далее. Для чего необходимы эти маркетинговые исследования? Как раз они нужны для того, чтобы быть готовыми к изменению маркетинговыми исследованиями, которые происходят на рынке и очень быстро к ним подстраиваться и адаптироваться. Маркетинговые исследования, что это конкретно? Это сбор информации, это ее интерпретация, оценка, прогнозные расчеты, которые выполняют, как я уже сказала, либо маркетинговые службы, либо службы внутри предприятия или фирмы. И после этого, как эта информация получена, она обрабатывается, она анализируется и представляется в форме графиков, каких-то схем, таблиц, предоставляется руководителю предприятия для принятия правильного управленческого решения. В своем арсенале маркетинговые исследования содержат различные методы исследования. Это и количественные, и качественные методы. Сейчас существует очень много современных методов исследования, но до сих пор самыми основными являются это наблюдение, опрос, интервью, анкетирование, эксперимент. В последнее время очень часто используются такие методы, как метод экспертных оценок, наблюдения и так далее. Ни одно предприятие не может существовать на рынке, если оно не умеет проводить свод-анализ. Это один из самых распространенных самых действенных анализов и исследований, которые проводит сама фирма. Что же в этом свод-анализе так интересно и так проблемно? Во-первых, свод-анализ — это анализ всей деятельности предприятия, и внутри, и вне. Состоит свод-анализ из двух частей. В одной части мы с вами определяем силы нашей фирмы и возможности нашей фирмы. И в другой части мы определяем слабости и угрозы или опасности, которые грозят нашей фирме. Поэтому если систематически, регулярно специалисты каждой фирмы будут проводить этот свод-анализ, будут проводить маркетинговые исследования, тогда большинство факторов макросреды фирмы, может быть, для этой фирмы станут более контролируемы, и комплекс маркетинга, о котором мы говорили с вами, будет проводиться более легко, и эта деятельность на рынке фирмы будет успешной и удачной. Благодарю вас за внимание. Лекция закончена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова